Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня мы с вами поиграем вновь в наш дорогой и изысканный проект X-Car in Drift, и я думаю, что опять побалуемся с физической частью наших автомобилей, а именно порегулируем вес, мощность и, собственно, так далее. Я, к сожалению, не дошли, у меня руки до гугла, и я не погуглил, опять же, что всё-таки из себя представляет игра, и является ли это каким-то единственным, или этих модов много на игру, не только дрифтовые есть, либо ещё что-то, в общем, есть ли ещё автомобили, трассы и так далее. Но как-нибудь мы это с вами проверим. Итак, собственно, давайте начнём с возвращения, а именно возьмём Civic, потому что я хотел ещё взять в прошлый раз, но, к сожалению, у меня руки не дошли, так как я увлёкся КамАЗом. В общем, сейчас мы сделаем заднеприводный Civic, попробуем на нём что-нибудь продемонстрировать, но я думаю, что это, конечно, будет эпично, но всё-таки интересно, потому что я только сейчас, ну, в смысле, тогда ещё понял, как нашёл эту фигню, ну, как бы, когда мы с вами узнали, что можно менять здесь такие глобальные настройки, менять привод и всё такое на ходу. И, собственно, теперь мне ясна вся суть... Сейчас убавлю немножко звук. Мне теперь ясна вся суть игры. Итак, у нас, да, сейчас переднеприводный Civic, всё как надо. Ну, вот даже, кстати... Слушайте, а классно всё-таки даже не то, что дрифт физика, такая обычная, она тоже себя ведёт. Мне вот сейчас эти кадры, я не знаю, почему, например, надо какой-то гран-туризм 4. Ну, до пятого-то не тянет по графике, а вот четвёртый, там вот что-то как-то такое есть. Особенно моделька, я не знаю, почему. Может, он наркоман, потому что... Слушайте, а действительно физика-то радует даже и так. То есть, несмотря на дрифт. Ну что, переходим к извращенческому нашему... К извращенческой части видео. Итак, во-первых, я думаю, что чё-то как-то слабенько едет. 0.5, может 2.0 и, может, крутящий момент. Кстати, а что если... Сейчас, вот просто рейс-кар сделаем. Эм... Сейчас будет жёстко, поэтому я сразу предупреждаю. Лучше, если вы не готовы такое видеть, такую жесть, лучше быть аккуратным. Полноприводный, лёгкий, просто гипермощный сивик. Итак, я нажимаю на газ. Слушайте, это какой-то, знаете, больше теперь стал похожим на какой-то... Он же перегреет. Он что, передач? Настолько прокручиваются колёса, что... Просто нереально даже руль повернуть. О, боже. Нет, всё-таки, знаете, единственное, что нужно исправить, наверное... Ну, как бы, мощность само собой. А вот, всё-таки, вот, насчёт веса, да. Вес надо чё-то потяжелее, потому что иначе... Хотя бы так. Хотя она... Причём, при этом её тоже сносит, и... Это... Можно... Можно какой-то... Ммм... Джим Кану, прям. Вот, если была трасса Джим Кану, можно было сейчас подрегулировать настроечки, но сделать не такую бешено-мощную её. Так, давайте, реально, чё мы... Стебёл... Стебаться хватит. Давайте попробуем реально сделать так, чтобы... Было всё в меру. Но ограничители я всё-таки поставлю на 8 тысяч, потому что иначе это просто бред. 8 200, там, да? Здесь тоже немножко ограничим. Но и ньютон на метр... Чё, точь, 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 точь... И то это... Жёстко. Ну вот, попробуем сейчас. О! Так. так «Тянем, тянем, тянем, тянем в дрифте! Я щас просто не представляю! Представляете, как я щас выгляжу... запутывai дрифтящий «Sivik» Блин, это конечно взрывает меня мозг. Особенно учитывая, что это «Sivik» обычный тайперовский, то есть о, боже, шестого года, насколько я понимаю седьмого, там где-то, да колька выглядит, что немножко все таки смешно, похоже на какую-то все таки действительно игрую на телефоне просто с кучей настроек и пофаниться конечно можно прям в один заход смотрите с ручником тяну чуть добавляю газку и надо потренироваться здесь подрыхтить потом какой нибудь склеить я такой фигненькой не занимался хотя нет вру когда-то давно кстати а джойстика так и не подключил хотя какая разница ну за задний привод я думаю мы не будем делать и север сейчас немножко еще круголя дадим ночи нормальный такой надо короче все кому-то кин блоку пускай делает фиес не фиес то там не импрессу а чё сивик предприставь теперь раскраску этого в раскраске кин блок кин блокской хонда си нет не могу рассчитывать что то я мощность она вроде как не едет не едет а вот чуть-чуть газу не могу дать потому что она сразу ускоряется довольно сложные я понимаю что всех нам всем доели эти пшики турбина просто уже знаете затрахалась прямом смысле потому что надо что такое было придумать дрифт на сивике полноприводный кстати ничего тогда сейчас выходит и газку сейчас и перекладочку сейчас сделаю вообще буду угла 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 нормально 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 пошли 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 здесь немножко все на разгон слушайте офигенно конечно скорость не реалистичность мне машина в дрифт сразу в дверь минус в дрифт сразу понесло от того что ударился так тихо скоро здесь неважно это слишком маленькая скорость может вес увеличить машине типа знаете там как это наклейка то есть но уфа чикса мы сейчас какую толстушку посадим сколько она может толстушка весить программ 200 я добавил там 400 и что теперь у нас изменилась она должна более как то как вам уголок ребятки о нормально 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 давайте таким прям углом ну да она более такая устойчивая стала это видно но мощность это все равно дохрена поэтому в принципе такая гармония есть какая то уже и скорость он не такая бешеная сразу становится в смысле имею ввиду ускорение это а тормоза единственное куда я не вам не уходил то есть вот я просто хочу сейчас если сейчас что-то испорчу просто представляете эффективность тормозов повысить что такое у нас фронт персент передняя не знаю а если что-то я не понял приколы а если абс выключить понятно совсем бредово не знаю ну ка посмотрим насколько мы по-моему сейчас какое-то возвращение я не говорю но в принципе это в этом той соль игры чтобы пробовать офигеть угол вот кстати немножко неправильно все-таки система дрифта машина сама тебя подруливает а если я хочу углодать я этого не могу сделать потому что она пытается выпрямить ее заранее м все-таки чё там насчет тормозов кстати давайте на другую машину а если хочу смотреть что это сумерская ветра как будто мы не ездили на команде так нсх что ли потому что к скайлайн там убрали и все остальное тоже мы брали вот у нас и к слову эти нас и все заднеприводные он и так принципе добавим мощности и попробуем сделать оптимальный он синий час будет нет красный ну он тоже ничего сейчас посмотрим сначала как он едет стоковый ну как то да после сивика ух ты ё-моё нифига себе он непослушный я такой честу я такой элегантно войти в дрифт а мне просто извернул ну что смотрим что мы можем сделать во первых я думаю что я даже с подвеской не хочу ничего делать потому что я не разбираюсь вообще не разбираюсь вообще ни в чем не разбираюсь эм рвд все ясно предачечные числа ничего менять не хочу ну давайте сделаем а почему не меняется разгон до сотни Ну ладно. СС-35 пускай будет. Вот так. Так, это... А турбина... Один бар. И добавим веса, потому что... Вот так вот. Не знаю, что получится. А-а-а! Нифига себе! Слушайте, она непослушная совсем. В отличие от этой. От той же... АЕ-86, потому что... Та хотя бы... Слушайте, я даже не хочу на ней ездить. Возвращай здесь поворотники. Они даже не работают. Но здесь контролл, контролл, левый и правый, это поворотники. Давайте все-таки возьмем АЕ-86, да. Потому что на ЦИК какой-то... Такой бродячий пес, который не определился, куда ему в гонки идти, или все-таки подрестить немножко. А вот АЕ-86 это уже... Да, спасибо за вид. Спасибо за вид. Спасибо за ночь. Ну что ты не едешь, дружок, надо тебе лошадок добавить. Сказал, ну конечно. 400. Не хочешь? Так, и турбины, пожалуй, 1.5. Так, ты посмотришь на это. И что у нас получилось? Переборщили? Переборщили. Слушайте, вчера все получалось. Может все-таки переднеприводный строить, я не знаю, просто. Видимо, не особо получается на заднеприводном. Ну, полноприводный это неинтересно. Подожди, я сказал, переднеприводный? Переднеприводный это значит, я извращение следует. Так, ух ты. Да, тут перекладочка не... Да... Что-то не получается. Вчера-то получше. Какая-то она записывала. Турбина, ты не пшикаешь, и ты лучше едешь. Турбина, представьте, такая турбина выскакивает и поехала сам. Ну, в принципе, в принципе. Реально, конечно, но сложновато. Пока не пойму, чего не хватает. Давайте еще проедемся, чтобы потом подрегулировать свечер. Но она и такая бешеная, как Сиви, судя по разгону хотя бы. Но у Сиви потом был лошадок больше. Точнее, Ньютонов. Вот сейчас не хватает немножко мощности, а тут их вперед... Черт, баланса нет. Думя, нас крутануло эпично. Блин, что-то я почему-то сейчас захотел резко фозу поиграть. Не знаю, почему. Даже не гран-туризм. Кстати, надо гран-туризм. Кто хочет себя отдельно записывать какие-то фидяшки гран-туризма, потому что у меня есть карта захвата, да, сами понимаете, пятый, к сожалению, что я не покупал еще, наверное, потом может куплю. Да и принципе, там разницы просто особо нету. Вот, кто хочет, потому что мы только смешновки снимаем для гейм-адвенчерса. Если хотите, ставьте лайк, пишите комментарии, я посмотрю, и возможно... Вот чем там делать, хотя там куча всяких затонок, если реально можно гран-туризм снимать. Ну, блин, это идея. Ну, ладно, так вот, мы едем. Едем, едем в далекие края, тормозим и ходим в дрифт. Стоп! Вот, вот это, кстати, че... Вот почему-нибудь... Офигенно вошел, угла дал, потом, главное, вроде прошел, продержал ее в заносе, в повороте, а потом, бац, просто запорол выход. А, Ксанек, Ксанек. Кстати, если че, так вот, для факта, именно в Ефуте, в этой, как его, гран-туризма 5, я научил... У меня тогда был G25, когда я в 2010 играл. Когда у меня первая Сонька еще была. Ну, в смысле, Сонька третья, имела в виду первая... У меня просто была один раз, она и второй раз. Вот. Когда у меня была Фетка еще, у меня был гран-туризм 5, и был руль. И именно в гран-туризм 5 я научился дрифтить в реальной жизни. Ну, то есть, я подрифтил сначала там, а потом у меня была БМВЕ-30, я дрифтил в реальной жизни, и просто вспоминал все азы, и поэтому сразу же, можно сказать, там, бочком по кругу валил. Поэтому, гран-туризм, это вещь вообще. Эх, руль бы мне сейчас купить, конечно же, мне не мешало. Хотя зачем? Скоро, по катушке, вот так будем дрифтить. О-о-о-о, куда опять я? Нет. Ух ты, е-мое. Я не думал, что здесь машина может перевернуть. Она почти перевернулась. Ну, я даже не знаю, на самом деле. Попробовать сейчас психануть и поставить полный привод и лошадок побольше. Хотя нет, лошадок, кстати, и так достаточно. Ну-ка, если реально сейчас долбануть, полный привод. Иди сюда, сюда, иди сюда, иди ползуночек. Ну-ка, давай-ка, покажи мне. Покажи мне свою любовь. Ну-ка. Е-мое, почему... Нет, стоп, баланс, баланс, баланс. Нужен побольше... Тихо. Так. Нужен мне баланс... Как баланс настроить, чтобы... Что это такое? Это дифференциал. Блокировка. Ага! Вот что такое. Дифференциал. Ну-ка, ну что, дифференциал. Теперь это... А, о, и все, она. Крепушка какая. Крепыш, ну ты попал. Сейчас будем с тобой всеми четырьмя колесами открыть. Кстати, я думал заварить дифф на этом Е-30, когда у меня было. Потому что это будет извращено. Ну, собственно, вон, видите, когда дифференциал, ну, и все. Поэтому нет. Она тупо не едет. Это немножко не... Куда зашел? Немножко не то я творил, но я просто проверил. А вот если его сделать вот так вот, может, тогда будет какой-то баланс. Угу. Отличный баланс. Она ее выравнивает только еще сильнее. Угу. Да-да-да. Да-да-да. И смотрите, теперь магия. 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 Мэджик. Опа. И смотрим. Угу. Угу. Главное, вовремя затормодить. Мэджик! Ух ты! Нормально сейчас был, вообще? Сейчас будет громкий звук, наверное. Как там вид салона-то? Уже будет. Нет виду салона. Надевайтесь. Можно камеру любить. А, честно, вот так вот. Давайте возвращение. Что-то ничего. Какой-то что есть вид. Удобно. Удобненько, да. Все видно, всю трассу. Угу. Ну что, ребята, я думаю, что эта такая вот серия подошла к концу. Есть ли смысл еще ее записывать? Наверное, все-таки нет. В две серии уложились. И показал я вам проект. И... И за счет новенькой найдут для него, конечно, все такое существует. То да, это другое будет дело. Мы там с вами будем моды ставить, все дела. Ну а если игра действительно заключается только в этом, то, в принципе, и все мы изучили. Я вообще пидстоп уехал. Вот. Поэтому, я думаю, что всем спасибо за просмотр. Не грустите. Ждите новых выпусков. Ого. Я многих кнопок тут не находил. Угу. Ого. Я точно многих кнопок здесь не находил. Называется, начал тыкать. Рандомно. Успешная игра. Е-мое. Угу. Красавчик. Просто такой, знаете... Не знаю даже, как себя назвать. Вот, перевернулся бы я хотел здесь попробовать. Ну ладно. Похоже на такой неудачник, короче, вылетел. Ну что, ребят, всем спасибо. Так, собственно, мы на этом кончаем. Вот. И всем, да, всем до скорого. Вот сейчас такая иллюзия, как будто конус... Эм... Ну вы понимаете, да, как будто он большой стоит рядом. А вот сейчас вот уже... Вообще, у меня мозг сломан. Подождите, стоп. Из-за конус у меня мозг сломался. Алло. Ладно, всем пока.